Здравствуйте, с вами я Александр Давыдов. Это краткий обзор основных событий, которые окажут наибольшее влияние на финансовый мир на этой неделе. В принципе, неделя уже началась довольно-таки неплохо для американского доллара. Ведь главный у нас вопрос, может ли доллар наконец сломить тот двухнедельный тренд на свое ослабление. Вышли данные по строительному сектору, точнее по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, и он упал ниже 50 пунктов. Дело в том, что и рынок недвижимости, и строительный сектор Великобритании являются одним из главных критериев определения инициационной привлекательности экономики Соединенного Королевства. И снижение индекса ниже психологического уровня 50 пунктов – это явно негативный звоночек для фунта. Что же нас ждет далее? Вторник начнется у нас заседание правления Резервного банка Австралии по монетарной политике. Да, никто не ждет каких-либо изменений в параметрах этой самой монетарной политики. Однако, скорее всего, Банк Австралии будет занимать крайне выжидательную и осторожную политику. Ну, банально, надо же посмотреть на то, что делает ЕЦБ ФРС, которые, в общем-то, по-хорошему говоря, готовят общественность к тому, что, скорее всего, будут теми или иными методами пытаться смягчить свою собственную монетарную политику. Но осторожность и осмотрительность, особенно со стороны небольших центральных банков, всегда разочаровывают инвесторов. Так что австралийскому доллару явно придется не очень сладко. Чуть позже будет еще веселее, так как будут опубликованы данные по инфляции в Швейцарии. Здесь все совсем плохо. Она должна снизиться с 0,6% до 0,5%. То есть дефляция становится все более и более реальностью. И здесь, конечно же, не стоит ждать какого-либо роста по швейцарскому франку. Но вот в самом конце дня доллару придется несколько уступить. Будут опубликованы данные по продажам новых домов, которые могут не просто снизиться, а обвалиться на 8,7%. Это очень существенное снижение. В среду начнем мы с того, что будут опубликованы данные по ВВП Австралии. Они, скорее всего, покажут нам, что темпы экономического роста замедлились с 2,8% до 2,6%. То есть тоже определенный негатив для австралийского доллара, ему вновь придется идти вниз. Ну а завершат день, конечно же, заседание Банка Канады. Здесь ровно все то же самое, что во вторник при заседании Банка Австралии. Крайне осторожная риторика, много слов о рисках, осмотрительности и тому подобное. Учитывая, что ждут от ЕЦБ и ФРС, конечно же, это тоже негатив для канадского доллара. Ну, самое интересное у нас начнется под занавес неделя в четверг. Это заседание и правление ЕЦБ. Все остальное можно даже не рассматривать. Что нас ждет? По сути дела, инвесторам в конце прошлого года подарили надежду на то, что ЕЦБ в скором времени наконец-то повысит процентную ставку. Ну, когда ЕЦБ свернул наконец-то свою программу количественного смягчения. Однако с тех пор довольно быстро макроэкономическая динамика в Европе серьезно ухудшилась. И ситуация довольно-таки неоднозначная. Более того, ФРС намекает нам неоднократно на то, что скорее всего так или иначе будет смягчать свою монетарную политику. Так что ждать какой-то серьезной риторики от ЕЦБ не стоит. Скорее всего будут новые слова о рисках, глобальных рисках, о необходимости серьезно наблюдать за ситуацией и тому подобное. То есть будет сказано, ребята, в этом году никакого повышения ставки рефинансирования мы не ждем. Для евро однозначно это плохо. Ну и пятница. В пятницу будет второе по значимости событие этой недели, после естественного заседания ЕЦБ. Это публикация доклада Министерства труда США. На первый взгляд все довольно-таки плачевно, потому что темпы создания новых рабочих мест должны очень серьезно снизиться. Если в предыдущем месяце было создано чуть более 300 тысяч рабочих мест, то уже в этом месяце ожидается чуть менее 200 тысяч. Но это же не единственный показатель. Сам уровень безработицы должен снизиться с 4% до 3,9%. Но что более важно, темпы роста средней почасовой заработной платы могут ускориться с 3,2% до 3,3%. Таким образом, в общем-то, позитив для доллара очевиден. И в конце недели доллар будет очень активно расти. На этом, в общем-то, все. Удачных торгов и следите за новостями.